В Фурмановском городском суде слушается громко уголовное дело. 35-летнего Николая Мерзлова обвиняют в покушении на убийство. Весной этого года мужчина с ножом напал на жену и тещу. Женщинам он нанес около 20 ударов. Сегодня состоялись так называемые судебные прения. Устное выступление лиц, участвующих в деле, и их представителей. Напомним, что злоумышленник на почве неприязненных отношений нанес супруге и ее маме колото-резанные ранения лица, шеи и рук. Спасти женщин удалось прохожим, которые остановили злодея. Он скрылся с места происшествия и позже был задержан правоохранителями. Ранее Мерзлый был осужден за убийство и похищение ребенка. Вернулся с СССР, не раз поднимал руку на жену. Прокурор запросил для обвиняемого 17 лет колонии строгого режима и ограничения свободы на один год. Прокурор запросил за тем, что преступление совершено с особой жестокостью. Указал, что в состоянии алкогольного пения не повлияло на поведение, поскольку выводом поводом для совершения преступления послужило поведение потерпевшей Мерзлой, которое скорбило им в СССР и направило букетную полицию. В открытом заседании приняли участие все стороны уголовного процесса. Подсудимый и его защитник, потерпевшие областной и межрайонные прокуроры. Бывшая супруга Николая Мерзлого, которой также дали слово, добавила, что после лечения ее и мать ждет длительная реабилитация. Но это малое. Большой шок получили дети. В момент происшествия они просили помощи у прохожих и кричали «Наша мама умрет, а мы поедем в детский дом». Простили ли вы вообще супруга своего? Нет, никогда бы в жизни я бы не простила. И тут больше я не за себя испугалась, я испугалась за детей. Такое нельзя не простить и нет. Ни в коем случае бы я бы не простила, тем более я уже с ним в разводе. Он мне уже не супруг. Защитник также озвучил оппозицию Николая Мерзлого. По статье «Покушение на убийство» он вину признал лишь частично. Отрицает особую жестокость, так как считает, что дети момента преступления не видели, шли поодаль, а после побежали за помощью в магазин. Три факта по статье «Угрозу убийством» признал. Адвокат попросила назначить максимально мягкую в данном случае меру наказания. Для признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью. Особая жестокость может выражаться в совершении убийства присутствия близких потерпевшему лиц, когда виновный осознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. Во время судебных премий Николай Мерзлый выглядит взволнованным, но внимательно слушает наставления адвоката. В финале заседания подсудимому дали последнее слово. Он сожалеет, что дети получили моральный и психологический вред, и что пострадала бывшая тёща. Поэтому Николай хочет помочь именно ей и понести наказание. Также добавил, что готов встать на путь исправления и вновь вернуться в зону проведения специальной военной операции. Да, я принимал участие в данных действиях. Я не знаю, почему. Я взял вот руки. Нож. От исков по компенсации морального вреда подсудимый не отказывается. Пострадавший требует один миллион рублей. Но считает, что бывшая жена её не заслуживает. Суд огласит приговор 5 ноября. Виктория Семёнова, Виталий Узгринкас, телеканал Фурманов ТВ.